Так, друзья, всем доброго времени суток, всех приветствую на нашем канале Криптозомби. Друзья, в данном видеоролике мы с вами разберем все проекты, которые выполняем. Во-первых, это airdrop проекты, куда мы вкладывали свои деньги, дабы предоставить ликвидность. Это первое. Второе, мы с вами разберем таполки, обсудим листинг доксов, посмотрим на график, как он вышел. Это первое. Второе, расскажу таполки, о таполках, которые я сейчас делаю. Ну и последние новости о таполках, а именно по томатам, которые выйдут уже вот-вот, снимок будет уже меньше, чем через неделю. В общем, друзья, собрал воедино сразу всю информацию, дабы не писать несколько постов, не записывать несколько видеороликов. По каждому из проектов быстренько пройдемся, обсудим и поговорим. Поэтому обо всем максимально коротко и самое главное с пользой расскажу и покажу. Поехали! Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить. Вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную цену и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. И, друзья, поехали по... Ну, то есть я сейчас не делал проекты по порядку, а просто рандомные числа. Первый. AlienX. Полная тишина, друзья. Я знаю, что вам точно так же интересно. Когда, что. Ребята, которые мне пишут в ЛС, когда. Откуда же я знаю, когда. Если бы я знал, когда, я бы уже давным-давно сказал бы в канале. Я периодически, периодически, это где-то каждый день, раз в день я смотрю твиттер AlienX. Там ноль информации. Если помните, не так давно я говорил, что будет щиток. Писал, кстати, в своем маленьком канале в Телеграме, чтобы приготовили немножко эфира в сети AlienX. Потому что должен был быть щиток. Non-cash. По итогу, ребята, сейчас я вам могу показать, что с этим non-cash стало. Вот у меня была открытая страница, чтобы я ее постоянно чекал. В общем, смотрите, твиттер отлетел. Твиттер не работает, вот поэтому non-cash. Но я уже писал, опять же, в Телеграм-канале, вроде бы, или в чате, я говорил, что по этому non-cash мы ждали-ждали. По итогу, вместо дропа токена, они выпустили какую-то новую таполку, короче. Приглашайте друзей. Я такой, все понятно, расходимся. Единственный плюс из всей сложившейся ситуации, могу выделить, что здесь, если он вообще блудит данный щиток, вот этот non-cash написал, что все, кто выполнял задание Airdrop AlienX, получат, будут постепенно получать периодический токен. Когда это будет, не знаю. Когда будет TGE AlienX, тоже не знаю. И, друзья, прекрасно помню, что должно было быть еще в июне месяца. Но рынок такой себе, поэтому, возможно, и не выходят, молчат, что-то ничего не говорят. В общем, как появятся какие-то новости, сразу расскажу, либо на YouTube, либо в Telegram-каналах, поэтому подписывайтесь. Хорошо, идем дальше. Далее, друзья, это, конечно же, Cyber. Про него все забыли. Кстати, по Cyber он даже где-то тут, давайте я сейчас вам покажу немножко, отрос токен, кто по 2.7 брал, вообще хорошо. Хотя, конечно, сказать, что это прямо отрос тут довольно-таки сложно. Но все-таки сколько там сейчас? 3.72 доходил не так давно, по-моему, до 4.72. До 4. Ладно. Нет, давайте сейчас откроем 7-дневный, посмотрим, до скольки он доходил. Вот. Ну, 4.7, да, да, 4.7. Видите, то есть, ну, фактически 2x дал с пола вообще, дал фактически 2x, что в целом-то и неплохо. Ладно, давайте это закроем. И по Cyber вообще я не хотел показывать курс токена, потому что все равно в целом пока смотреть тут не на что. С учетом того, по какой цене мы с вами его закупали, по какой цене мы с вами в него входили. Даже с учетом дропа, по цене которой вот сейчас, прямо-прямо сейчас, я где-то в нолю. Без убыток, понимаете? То есть, это с учетом дропа, что мне насыпали. Ладно, ребят, что хотелось бы сказать по Cyber. Cyber 14 сентября заканчивается второй сезон. 14 июня начался, 14 сентября заканчивается. Время пролетело просто вообще невероятно быстро. Но посмотрим, что насыпет. Ждем 14 сентября. Намного не рассчитываю, особенно с учетом курса токена, который опять могут укатать, потому что выведут со стейкинга. Уже, я думаю, что многие выводят. Но загадывать не будем. В общем, ждем. Осталось тут 2 недели. Посмотрим, что будет за второй сезон. И я надеюсь, что Cyber придумает либо третий сезон, либо просто какие-то награды для того, чтобы монеты оставались в большинстве в стейкинге. Иначе курс могут вообще просто укатать неистово. Это касаемо Cyber. Идем дальше. Далее у нас Linea Market. Друзья, поначалу вывел фактически весь депозит. Оставлял тут 200 долларов. Это было порядка нескольких недель назад. Но заметил, сейчас вам покажу. Давайте откроем. Нет, не здесь. Да, хотя вот здесь реварды. Что вот эти LXP-поинты вообще больше не начисляются. Либо начисляются очень-очень-очень слабо и медленно. Поэтому достал отсюда вообще всю ликвидность. Осталось у меня здесь, по-моему, сейчас я вам покажу, что-то в районе 30 долларов. Вот и все. Больше у меня здесь ничего нет. Ни долгов, ни займов. 30 долларов осталось. То бишь Linea я больше никакую не делаю. Соответственно, когда закончится полностью Linea, ZeroLand для меня все равно не закончится, потому что я свои токены закинул в стейкинг на год. Заблокировал их на год. И мне сейчас капает под 30 центов в день. Но в основную массу я смогу забрать лишь только через год. В июне, по-моему, или в июле месяца. Короче, с этим, я думаю, понятно. Идем дальше. Метаморфозис. Здесь, ребят, все делаю, как и делал. Стейкаю, поинты капают. Вроде бы все хорошо, все отлично. Пока-пока. Да, вот это топ-1 проект, в который верю, жду и надеюсь. Потому что по дедлайну на Метаморфозис осталось всего 41 день. И он заканчивается, и уже будут какие-то награды. Что насыпет, не знаю. Надеюсь, что что-то насыпет и что-то хорошее. С этим, я думаю, по Метаморфозису понятно. Сюда я вам напомню. Во-первых, есть отдельный... Вообще, по всем проектам, что я прохожусь, есть отдельный видеоролик. Но если, к примеру, AlienX не актуально, Cyber не актуально, ZeroLand Linea больше не актуально, да. Метаморфозис. Актуально, потому что есть еще 40 дней. А всего там было, наверное, 60. Наверное, 2 месяца всего длилось. Поэтому, ну, в целом можно залететь и пофармить. Ну, делать или нет, смотрите сами. Опять же, тут есть рефералка, но больше я никого не бачу. Кто хочет, то делает. Кто не хочет, тот не делает. С этим, думаю, понятно. Далее идем. Эликсир. По эликсиру, ребят, с сегодняшнего дня, давайте сейчас вам покажу. Дисконнект. Коннект. Коннект. Сейчас я вам все покажу. По эликсиру сегодня мы уже можем вывести свой эфир. Кто хотел, тот может вывести свой эфир. Это первый момент. И второй момент сейчас я вам покажу. По-моему, уже завтра. Да, завтра мы сможем открыть с вами сундуки. Что будет в этих сундуках? Честно говоря, я не знаю. Но я думаю, что, конечно же, либо это будут просто поинты какие-то, да, добавочные. Либо это будет какой-то буст. То есть, вот видите, у нас есть там сейчас бусты, да. И это будет либо буст, либо поинты. Кто здесь вкидывал сюда свой эфир, но не закинул его во второй сезон, вы можете сегодня этот эфир вывести. Это первое, то бишь, что хотел сказать. По сундукам тоже сказал. Но и касаемо эликсира, конечно же, тоже пока актуально. Сейчас можно сюда просто закинуть свои USDT, обменять их на DUSD, получить буст 5X и фармим. Фарм эликсира у нас продлится, напоминаю вам, до 15 декабря данного года. После 15 декабря данного года по плану должен быть насыпка и аирдроп. С этим, с эликсиром, думаю, понятно. Хорошо, идем дальше. Далее, друзья, у нас это по бит-леер. По бит-лееру, опять же, тоже не поздно, но выпустил целый видеоролик, написал пост, понял, что людям неинтересно. В связи, я так понимаю, потому что сложно. Почему-то мне не засчиталось сегодня задание. В общем, я так понимаю, что по бит-лееру неинтересно, сложно, поэтому долго его разбирать не буду. Касаемо от себя, что могу сказать по бит-лееру, выполняю задания ежедневные, вот эти раз, два и три. И то вот это скоро я не буду выполнять, потому что дороговато стоит брижи, тем более сейчас через сову это нужно делать. Но все равно, как бы там ни было, когда дедлайн, что по срокам, тут вообще сказать ничего не могу, потому что ничего не знаю. Но проектик буду делать. Хорошо, идем далее. Далее, конечно же, фуэл-нетворк, открываем лидерборд. У меня здесь также, если вы помните, стейкается свой 0.5, короче, там даже меньше, 0.42 ЕТХ, то бишь, да, ну и все, в принципе, ранг у меня топ-25 тысяч, поинтов 28 тысяч. Короче, тут попасть в топ-10, даже там в топ-5 тысяч, то вообще надо депозит, довольно-таки сложно. Ладно, все работает, фуэл стейкается, все хорошо. По Авалону то же самое, через BitLayer стейкается, ничего не поменялось, ничего не выводил, тут все. То есть я уже сюда закинул, забываю, похоронили, все. Пускай работает, пускай приносит какие-то деньги и результат. Значит, ребят, это что касаемо по проектам Airdrop, да, то бишь, куда мы предоставляли ликвидность, стейкинг и так далее, и так далее. Теперь давайте с вами обсудим, как и обещал, листинг доксов, это первое. И расскажу вам за томаты, что я думаю, потому что уже многие ребята, ну, точнее, ну, какие ребята, ну, в смысле, многие уже начинают, а вот не будет дропа, а вот он будет потом, а вот он будет завтра, послезавтра, в конце года, через месяц, через год и так далее, и так далее. Значит, давайте мы с вами откроем монетку, откроем мы с вами монетку, монетку докс и посмотрим, что у нас с этой монеткой. Я вам сейчас все это дело покажу, что у нас по этой монете. Значит, доксы залистились, я одну часть, которую выводил на Bybit, слил вообще по 0.0.2, ну, выставлял лимитку, естественно, по ордеру выставлял, и поэтому так их слил. Вторую часть слил здесь же на BitGet, основную часть, большую часть токенов слил на BitGet. Ну, слил, кстати, немножко повыше, по-моему, что-то в районе, там, 0.14, 0.15, ну, точно не помню. Ну, короче, слил что-то там в этом диапазоне. Вот, и касаемо вообще доксов, как по мне, это просто идеальнейший, просто посмотрите, это лучший листинг. NotCoin, да просто огромное количество монет, которые выходили, везде были какие-то лютые просадки, здесь этого нету, чистый боковик. И представьте, что будет с графиком, когда, ну, вот, да, то есть появилась моя, то, что я слил, но это тоже хорошо слил, не по 0.2, где-то вот, не помню, что-то там вот такое, наверное. Короче, тоже нормально получилось. И я про что говорю, представьте, что будет с графиком монет, там, докс, либо NotCoin, да, когда, то бишь, реально выйдет дуров, да, то есть освободится, если же, конечно же, он освободится. Я думаю, может быть, ребята, конечно же, очень хороший памп, как бы ни было. Давайте подытожим, что могу сказать по доксам. Я не качал данный проект, вообще его не качал. Сделал один пост, по-моему, в канале, может быть, два, и сделал там видеоролик, рассказал, чтобы вы сделали. По итогу, с одного аккаунта, с нулем, полным нулем вложений, если вы выполняли ежедневные задания, чек-ин, да, то есть даже не задание, это не настройку сходить на завод там, или куда-нибудь в офис отсидеть сутки отпахать. Нет, просто зайти, чек-ин сделал, и все, минимум, что можно было забрать здесь доксов с одного аккаунта, 50 долларов, это минимум, но по факту 50-80 баксов, и это, я говорю, при условии не идеального сейла, а просто по маркету, если бы вы продали. В связи с этим, друзья, я вам хочу напомнить и сказать, что у нас осталось менее 6, менее 7 дней на то, чтобы выполнить томаты, потому что 2 сентября будет снимок томатов. Это нужно помнить и важно учитывать. Когда будет ТГЕ и листинг, информации нету, но уже начинается там вбросы и фейк информация, что к концу года, откуда, кто сказал, ребят, я вам на будущее хочу сказать, что не ведитесь на вот это. Если нету точной информации от админов или разработчиков проекта, не нужно в это верить, потому что с головы может взять кто угодно и что угодно, но даже если листинга сейчас и не будет, ну то бишь в сентябре месте, как я рассчитываю, край, край дедлайна листинга по томатам, я думаю, сентябрь, то есть если 2 сентября снимок, то я надеюсь пару недель и листинг. Даже если этого не будет, будет снимок, ребят, а раз будет снимок, то нужно сделать и максимально собрать томатов. Это первое и второе, что хотел бы сказать еще по томатам и на этом будем заканчивать. Ребят, это то, что с сегодняшнего дня до 2 сентября все, кто заходит в томаты, получают x5 к ежедневке, x5 и x2 к билетам или к чему-то такое. Короче, заходите, собирайте, пока осталось последние 7 дней. Самый прикол, вот знаете, многие могут подумать, что да, Ноткоин насыпал, да, Докс насыпал, потому что это проекты, можно сказать, можно сказать всей экосистемы ТОН или в частности Павла Дурова. Но я вам хочу сказать, что может быть и такое бывает иногда, что проекты, в которые меньше верят, к примеру, томаты те же самые, могут насыпать так, что просто у всех будет ну что-то вроде этого. Поэтому последние дни лучше дотапать. Ссылка есть в описании, либо в переходнике найдете ссылку на томаты, кому это надо. Кому не надо, можете не тапать. Для кого-то, может, и 50, и 100, и даже 500 долларов, это не деньги. В общем, друзья, вот такие получились новости. В принципе, больше тут показывать, рассказывать особо нечего из того, что есть. По последним новостям, что, где, когда, буду, как обычно, держать вас в курсе и писать либо в телеграм-каналах, либо записывать короткие видео, либо длинные. Подписывайтесь везде, будьте в курсе и будем пробовать как-то зарабатывать. Нужно всегда работать, зарабатывать на любом рынке, неважно, сколько биткоин, 50, 100, 5000 или там миллион долларов стоит. Всех обнял, приподнял, всем профитов, всем спасибо. Всем пока.